Всем привет! Сегодня у нас на канале выпуск с разбором звезд. Что я хотела сказать? Мужчины очень часто обвиняют нас, девочек, в том, что мы меняем свою внешность, обманываем их, становимся красивыми неестественным путем и вообще говорят, что все это ужасно, переколото и видно. Но давайте разберем хороший пример коррекции мужской красоты. И вот мне очень интересно, мужчины, обязательно напишите в комментариях, знали ли вы о том, что Кристиану Роналду менял свою внешность. В этом видео мы разберем, что же изменилось во внешности Роналду и обязательно досмотрите это видео до конца и я расскажу один очень неочевидный момент, который повлиял на его внешность. Но прежде чем вы будете смотреть этот видеоролик дальше, посмотрите на до и после, поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, что же поменялось? Я возбудилась просто, поэтому у меня волосы дыбом. Итак, 18 лет молодой перспективный футболист Криштиану становится звездой футбола, но согласитесь, его внешность не выглядит на миллион долларов и заплатить миллионы за рекламные контракты. Далеко не каждая компания в этот момент была бы готова. Так что же поменялось, что на его внешность смотрят и мужчины и женщины? Ну и в первую очередь, что бросается нам в глаза, это, конечно же, состояние кожи. Ребят, я много раз говорила про то, что кожа решает. Но Криштиану учел этот момент и вылечил свою кожу, а также вылечил свои зубы. То есть у него была скучность зубов, был неправильный прикус и он поставил брекеты. Супер решение, я считаю, так как зубы это не только внешняя красота, но и правильное оживание, правильное функционирование. Также обращаем внимание на то, что средняя часть лица у Криштиана уплощена, несмотря на достаточно молодой возраст. Хотя у нас обычно наоборот, здесь находится глубокий жир и в молодом возрасте у нас здесь такие прям круглые щечки, которые со временем уплощаются. Но особенность анатомии Криштиана такова, что средняя треть уже в молодом возрасте была уплощена, в то время как боковая часть, латеральная часть вполне достаточно выражена в той части, где у нас находится скуловая косточка. Также обращаем внимание на нижнюю челюсть Криштиану. И многие, наверное, скажут, что ну да, что-то поменялось, но что же изменилось? Я возьму разбег с 18 до 25 лет. В этот момент во внешности произошли самые разительные изменения и дальше сильно они на самом деле не менялись. К 25 годам Криштиану обзавелся белоснежной улыбкой. Были установлены виниры, также была сделана коррекция бровей. Вот Криштиану явно поклонник салонов красоты и явно уделяет своей внешности очень много внимания. У него гладкая кожа, морщины стали не такими выраженными в области лба, в области межбровья, вокруг глаз. И даже вот в этой части мы видим, что морщин становится меньше. Иногда, правда, они возвращаются, как раз, видимо, тогда, когда бутылотоксин отпускает. Но самые разительные изменения, благодаря которым Криштиану стал, приобрел такой образ успешного вот такого альфа-чау, у которого четкие линии, все классно, это импланты. Среднюю треть. Посмотрите, какие щечки стали наполнены. И импланты в нижнюю челюсть и подбородок. Почему я думаю, что это импланты? Во-первых, потому что достаточно сильно поменялся угол наклона челюсти, если мы вот эту часть сравниваем между подбородком и углом. Такие же изменения могли бы быть, на самом деле, если бы была проведена ортогнатическая операция. Но так как она занимает достаточное время, реабилитация после нее, плюс летающий мяч, который может в голову прилететь, я думаю, что здесь как раз-таки были установлены импланты, а не проведена ортогнатическая операция. И именно эти импланты сделали его лицо вот таким вот брутальным, таким мускулиным, потому что углы челюсти и подбородок у мужчин как раз-таки признак мускулиности, то есть мужественности такой. Кстати, по поводу имплантов и ортогнатической операции. Но ортогнатия, понятное дело, должна быть по показаниям в случае, если это неправильный прикус. Если же прикус правильный, но хочется сделать более выраженные углы и подбородок, конечно, можно поставить импланты. Они могут быть индивидуально смоделированные, могут быть такие уже готовые. Если на операцию решиться сложно, это на самом деле касается и мужчин, и женщин. В этом случае можно провести коррекцию нижней челюсти, средней, третьей, при помощи филеров на основе гиалуроновой кислоты, либо гидроксиапатита кальция. В чем разница гиалуроновой кислоты, если вам не понравилось, легче убрать. Плюс она может притягивать незначительное количество воды. Инъекции препарата на основе гидроксиапатита кальция дают такое более сухое лицо, более четкие такие контуры, но есть нюанс. Как правило, через месяц-два нужно инъекции повторить для достижения желаемого результата, потому что в инъекциях гидроксиапатита кальция есть буфер, то есть такая среда, в которую этот кальций помещен. Эта среда рассасывается в течение месяца, то есть у нас остается порядка 30-40% препарата от той части, которую ввели. Но опять же, из плюсов это не отекает от слова совсем, но только сразу после процедуры. Итак, как же часто мужчины прибегают к помощи косметологов и пластических хирургов? В последнее время все чаще, скажу честно. Если раньше это были мужчины исключительно те, которых привели их женщины, они вот так вот тряслись в кресле и молились, чтобы их не сделали похожим на женщину, то есть боялись, что их лицо будет феминизировано, то сейчас многие мужчины уже знают, как это может выглядеть. И приходя, они уже кто-то сам говорят, мне вот тут ботокс подколоть, кто-то приходит на уходовые процедуры, потому что это как минимум приятно, плюс красивая, ухоженная кожа. А кожа вот у мужчин, ну, ребят, правда, это очень важно. Ровный цвет кожи, посмотрите, у Роналла, да, однородная кожа, без пятен, вот она вся такая сияющая, ну, классно же, правильно? Именно вот это дает такое ощущение дороговизны, когда нет пятен, нет красных вот этих сосудов, нет каких-то шелушений на лице, тогда вы классно выглядите, сразу понятно, что бабки есть. Ну и целовать даже в щечку приятнее, честно скажу. Поэтому, если вы не хотите корректировать свою внешность инъекциями и операциями, но хотите выглядеть моложе, вы можете приходить на уходовые процедуры, которые, а, приятные, мужики обычно на них храпят, во-вторых, кожа становится сияющая и красивая, ну и самому приятно, согласитесь. В нашу клинику достаточно часто обращаются мужчины, потому что у нас уже работает сарафанное радио, из рук в руки передают специалистов, потому что знают, что мы не переколем, не сделаем вот такие вот лица, похожих на женщину, потому что коррекция мужская и женская имеет свои особенности. Это не только выбор препарата, но и углы, по которым мы работаем. Как и обещала, рассказываю про неочевидные изменения, на которые, скорее всего, вы не обратили внимания и даже не понимаете, как это поменяло его внешность. И я говорю о линии роста волос. В более молодом возрасте у Криштиана такая более узкая линия роста волос, сейчас она более широкая, я думаю, что она скорректирована специально при помощи либо лазера, либо эпиляции, ну, скорее всего, лазера. Классно, плюс волосы поднятые наверх, то есть все вместе дает, делает лицо таким более вытянутым, более открытым и, согласитесь, выглядит он классно. Если не согласны, пишите, пожалуйста, в комментариях, что до он выглядел лучше и дороже. Так что, дорогие мои девчонки, вы когда с мужчиной, особенно очень красивым, собираетесь завести детей, можно тоже спрашивать фото до, а то только они над нами издеваются и подшучивают, а мы над ними нет. Но, слава богу, все можно скорректировать, и если вы хотите изменить свою внешность, вам что-то не дала природа, в наше время все можно скорректировать. Обязательно пишите в комментариях, какую еще звезду разобрать. Ну и не забываем нажать на колокольчик и сердечко для того, чтобы я знала, что вам нравятся мои видео.